Товарищи, лекцию по потенциалу личности человека я решила снять в лодке. Как получилось? Получилось так, что должна была быть лекция по риторике. Для этого нужен планшет, листы. Все подготовили, но решили снять на природе, конечно, на берегу. Включили громко музыку в соседнем ресторане. Пришлось спасаться от шума в лодке. У нас фактически трое в лодке, не хватает собаки. Здравствуйте. Как дела? Как улов? Отвалиться нечем. Как нечем? Сейчас поймаете что-нибудь крупненькое. Друзья, всем доброго вечера Питерского. Мы находимся на Финском заливе в лодке. Со мной мои друзья Семен и Евгения. Они операторы. Мы притащили сюда фонари, монопод, что-то снимаем с руки. Лодка очень подозрительно задрала свой нос. Сюда мы продирались по камням, потому что побережье Финского залива обильно усеяно камнями. Но, тем не менее, мы проплыли и вот мы здесь. Сегодня я поделюсь с вами идеями о потенциале личности. Каждый человек, наверное, думающий человек, мыслящий, ищущий человек хочет реализоваться. То есть, максимально раскрыть свои таланты и способности. Какие здесь могут быть сложности на пути? Во-первых, часть народа не верит, что у них есть таланты. Талантами они считают лишь огромные, невероятные преимущества по сравнению с остальными людьми в той или иной сфере. На самом деле, первое, что нужно запомнить – талант. Это любое ваше, даже микроскопически маленькое преимущество в любой сфере человеческой жизни перед теми людьми, которые этого не имеют. Например, вы имеете среднюю внешность, а кто-то – уродливое пятно на лице, или отсутствие конечности, или что-то деформирующее. Это означает, что в плане внешности у вас есть преимущество, то есть талант. Талантом древние евреи измеряли денежную меру. Это была мера серебра. И в буквальном смысле слова талант было необходимо вкладывать, чтобы получать прибыль. И в свое время было сказано Христом, что если человек не приумножает, то он растачает. Мое личное убеждение, что при внимательном наблюдении талант очень часто можно обнаружить, хотя кажется иногда, что его нет. Долгое время, наверное лет 15, я работала с профориентациями взрослых людей, нереализованных. Составила достаточно большой опросник, который содержал разные вопросы о жизни, о неудовлетворенностях, о том, что человек читает, чем интересуется, на каких курсах учился, какое получил образование, где работал, какой его доход, какие его долговые обязательства. Я это все в ручном режиме анализировала. И примерно на десятом году я увидела массу общих закономерностей, которые систематизировала. Примерно два года это заняло у меня, чтобы запрограммировать. Я пригласила на работу программистов, и мы работали. Было целое футбольное поле вариантов, как размышляет мой собственный мозг, чтобы вычислить, в каком направлении человеку развиваться, какая его способность или группа способностей является лидирующей. Результат этого теста не только вот однозначный, ясный ответ, вот туда и все, а иногда толчок человека к размышлениям, потому что качество нашей жизни это качество вопросов, которые мы задаем сами себе. И если вы в течение жизни ни разу не прошли профориентацию и чувствуете себя нереализованным человеком, то вы сами виноваты в том, что не потрудились, не приложили усилий, не вложили в себя вот этого времени размышления, не обращались к специалисту. И мое глубокое убеждение, что одного специалиста мало. Если речь идет о рабочем призвании, предназначении, то необходимо обращаться к нескольким специалистам, к двум, к трем, может быть к пяти, к десяти, если необходимо, ведь речь идет о вашей жизни. И поскольку труд был достаточно объемный, я иногда целую неделю работала над одним тестом и получалась такая внушительная методичка формата А4. Я, честно говоря, уже зрение на этом стала терять. Я сделала в конце концов тест общедоступным, он стоит символическую цену. Содержит на сегодняшний момент 65 вопросов о жизни. Результатом теста является не только анализ ваших ключевых способностей, но план действий на год. Вот что самое ценное, я считаю, в этом тесте. План действий на год. Что прочитать, какие курсы посетить, иногда уже конкретно куда поступать и какая стезя может оказаться для вас максимально перспективной, чтобы ваши таланты раскрылись в полной мере. Тест этот я вам очень рекомендую пройти, а некоторыми основными очень важными идеями я поделюсь прямо сейчас. Во-первых, при анализе способностей, и в этом тесте тоже такой у меня подход использован. Нужно составить список все подряд, что идет в голову. Что вы хорошо делаете? Печете пироги, делаете массаж, у вас отличная мелкая моторика, вы прекрасно рисуете, поете, танцуете, двигаетесь, у вас есть организаторские способности. Вот просто вы пишете все, что вам нравится, что вам интересно. Здесь внимание, интерес это первая стадия развития таланта. Если человеку интересно фотографировать, вероятнее всего, у него есть дарование фотографа. Если человеку интересно рисовать, скорее всего, у него есть талант в потенциале художника. Тянет к какому-то музыкальному инструменту. То же самое. Даже более того, идете вы, например, по городу, используете метод самонаблюдения. Вы маленький ребенок или молодой человек, юноша или взрослый человек, и вдруг вас ностальгически начинает тянуть в какой-то магазин. Например, почему-то вас тянет в магазин интерьеров, и вы даже не собираетесь ничего покупать, но вы замечаете за собой, что периодически заходите в такой магазин, наблюдаете за какими-то элементами декора, вас что-то удивляет, вы с любовью и интересом проводите рукой по каким-то завиткам на раме картины, вам интересна патина на этой раме. Или, например, вас тянет в художественный магазин, и там вы видите кисточки из разных материалов, синтетические, из уха белки, из хвоста пони, из разных видов ворсов, и вот этот запах красок всевозможных, краски разных марок, разной цены, разных оттенков. Вы вертите их в руках, вы завороженно смотрите, может быть, на мольберты или на уголь, и вам нравятся угольные карандаши разной толщины. Это может означать, что у вас есть талант художника. Точно так же, если вы испытываете непреодолимый интерес к кондитерским, помимо того, что вы сладкоежка, возможно, может так оказаться, что у вас есть потрясающее дарование повара, кондитера, пекаря. Понаблюдайте за собой. Есть три уровня наблюдения. Первое, человек, который с ненулевым развитием наблюдает внимательно за каким-то объектом, за сосной, плывущей лодкой, закатом, человеком. Не каждый человек может наблюдать. У многих вместо звезд в глазах пуговицы. Но если первый уровень пройден, человек умеет внимательно наблюдать, внимательно слушать и слушать в два раза больше, чем говорить. Второй уровень наблюдения, он наблюдает за тем, как он испытывает те или иные реакции, наблюдая за объектом. То есть, он уже берет в прицел свои чувства. А третий уровень – это наблюдение за тем, как я наблюдаю и что я чувствую. И параллельно я смотрю на тот объект и тоже наблюдаю за ним. То есть, получается матрешка. Одно в другом и в третьем. Так вот, понаблюдайте за собой. Иногда говорят, посмотри на себя со стороны. Ведь это очень мудрое выражение. Посмотрите за собой, понаблюдайте со стороны. Что вызывает ваш интерес? Куда идут ваши ноги? На что падает ваш взгляд? От чего чаще бьется ваше сердце? О чем вы мечтаете? Какие вас привлекают вещи люди? Предметы? Мошка муха залетела. Правду говорю. Вы знаете, вот в той стороне очень красивое сейчас небо. Просто невероятное. Это даже, я не знаю, в английском языке есть такое heavy blue. Такой насыщенный голубой. Покажите, пожалуйста. Покажите. Боже мой. Боже мой. Итак, для того, чтобы разобраться со своими талантами, а вы уже поняли, что это жизненно важно, необходимо составить список. Вначале пишем все подряд. Вот просто все, что идет в голову. После этого нужно распределить таланты по мере значимости. Если вам это трудно сделать, напротив каждой вашей способности поставьте от нуля до десяти. Если вы считаете, что это максимально ценный для вас талант, нужный, необходимый вам, дорогой по каким-то причинам, или он сильно выражен, ставьте 10, 9, 8. Как ощущаете интуитивно? Если у вас способность есть, но она невелика, предположим, вы неплохо поете, и вот ваш талант пения вы оцениваете на четверочку, на пятерочку, так и ставьте. И потом распределите, составьте список так, чтобы было поубывающее. Наверху самые значимые таланты и все меньше, 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 меньше. Постепенно вы сможете увидеть, какие из ваших талантов главные. Есть люди одаренные, у которых есть 10, 15 талантов, 8, 7. Нужно оставить три. Знаете, как в сказке? Три лидирующих таланта по каким-то причинам важных для вас. И дальше думать, о какой вид деятельности может объединить все эти таланты так, чтобы они были использованы, применены, использованы в хорошем смысле слова. Корень польза. И подумайте над этим. Еще один шаг в анализе ваших талантов. Все таланты я делю на социальные и бытовые. Внимание, это очень важная вещь. Итак, социальные таланты, таланты, которыми мы служим посторонним людям. В общем, бытовые таланты, это вторая группа талантов. Те из них, которыми мы служим дома, в семье, близким, любимым, женам, детям, мужьям, спутникам нашей жизни, партнерам. Один и тот же талант может оказаться как социальным, так и бытовым. Когда речь идет о разных людях или о разной степени одаренности. Например, у вас есть инженерный талант, и вы можете придумывать, чертить, делать и строить конструкции. Но готовы это использовать только при строительстве дачи или усадьбы для вашего семейства. А бывает так, что вам нужен размах. Вы хотите проектировать мосты. Тогда вас, наверное, ждет карьера архитектора. Еще раз. Разделите все ваши таланты на социальные и бытовые. И предназначение ваше, именно социальное, будет лежать, конечно, в сфере социальных талантов. Дальше. Предназначение бывает большое и малое. Большое предназначение – это служение обществу. Малое – это служение семье. В классическом варианте женщинам важнее служение семье, хотя это уже идея устаревшая, но тем не менее. До сих пор большой процент женщин видит свое счастье в служении семье и детям, в служении мужу. Некоторый процент женщин занимает мужскую позицию в жизни и считает, что для них важен большой мир. Для них важнее независимость, самостоятельность, карьера. Понятно, что я сейчас не буду касаться темы бизнеса на каблуках и какие бывают сложности и издержки у того или иного образа жизни. Я скажу лишь мельком, что если женщина современная целиком придает себя на угождение детям, она может оказаться очень нереализованной и рискует, если ее спутник жизни перестанет финансировать, полюбит другую, дети вырастут и уйдут. Он сможет прожить вторую жизнь, ведь все то время, пока она обеспечивала быт, он повышал свой уровень квалификации, реализовывался, зарабатывал деньги. И порой даже его спутница не знала, какие именно он деньги зарабатывал, сколько и у него может быть даже какая-то недвижимость. А женщина, которая посвятила себя всю семье и потом осталась одна, уже в средние годы не сможет вот так легко адаптироваться. И, конечно, в этом плане нужно подумать о себе. Современная женщина в России тратит примерно 8,5 лет на уборку помещений и все, что с этим связано. Это поправить занавесочки, что-то погладить, вытереть пыль, навести порядок. Если эта чистоплотная женщина в 8,5 лет уходит на махание тряпкой и пылесосом, складывание вещей, на то, чтобы погладить. Черное с черным, белое с белым, трусики с трусиками, носочки с носочками, пяточками вверх, она все вешает и сушит. И 8,5 лет на приготовление еды, подачу этой еды к столу, потом мытье посуды и распределение тарелок и еды по шкафам и холодильникам. Итого 17 лет. И представьте себе, если 17 лет человек тратит на быт, я вынуждена сказать, что секрет женской самореализации – это посудомойка и домработница. Сейчас дико, когда у кого-то в семье нет стиральной машины, а через некоторое время будет дико, когда не будет посудомоечной машины в каждом доме. Некоторые говорят, некуда поставить, найди возможность купить маленькую и куда-то поставить, ты сэкономишь огромное время. Кто-то говорит, она плохо моет посуду. Действительно, иногда ручная мойка лучше, но что есть ваша цель? Идеально вымыть посуду или все-таки прожить жизнь и как-то реализоваться помимо посуды? Посудомоечная машина так же плохо моет, как стиральная машина плохо стирает. А я помню сцены из детства, когда стиральные машины были не у всех. Я жила за полярным кругом в маленьком городке. И мама замачивала постельное белье, и длинные косы этого белья плавали в ванной. Стиралось это все вручную, и сильными папиными руками это все выжималось. Маме было не под силу выжать все эти бесконечные пододеяльники, простыни. А ведь на ней была еще работа кардиолога, подработка в поликлинике с расшифровкой электрокардиограммы. Много всего еще помимо этого. Воспитание двоих дочерей, пельмени, вареники, домашний хлеб, выпечка, вкусные булочки. Я сейчас чувствую запах ванили, раздающийся из печи. Сегодня такой удивительный день, когда лодку раскачивает на темных волнах, постепенно темнеет. У меня на берегу есть небольшое шале, назовем романтически это так. И мы сейчас будем грести по волнам, они усиливаются, плыть в сторону дома. Пора возвращаться к берегу, но мне кажется, уже то, что сказано сегодня, это правда ценно. И слой потенциал, корень пот. И, честно говоря, мы приложили сегодня много усилий для того, чтобы свести всю аппаратуру сюда. Я надеюсь, получится хорошо, красиво, интересно. Каждый из нас способен на большее. Нужно всегда бросать вызов самому себе. В конце этой вечерней беседы я хочу сказать, что в любом возрасте вы можете начинать жить сначала. Если вы болеете, я хочу, чтобы вы пересмотрели образ жизни, чтобы вы стали по-другому относиться к своему телу, к своему организму. Пересмотрели диету, стали чуть больше двигаться, стали чуть больше заниматься гимнастикой. Делать элементарно зарядку, не надо надрываться в спортзале. Просто каждый день, по чуть-чуть, но важны маленькие систематические усилия. Если у вас разбила какая-то хандра, трагедия, неприятные события, предательство друзей, или, может быть, сотрудников, или человека, которому вы очень доверяли, я желаю вам сил, чтобы это перенести, потому что вы богач внутри. Внутреннее богатство есть у вас. Вы доверены сами себе. Каждый человек – это уникальная вселенная, и мы все равно являемся чудом, что бы с нами ни происходило. Жизнь – чудо, и мы не можем принимать только розовый и белый жемчуг. Чёрный – нужно тоже принимать. И если это понять, то счастье будет почти перманентным, постоянным, наполненным, насыщенным. И я очень постараюсь собрать ещё материал по потенциалу личности и поделиться им с вами. А сегодня – спокойной ночи. Мои друзья сейчас будут собирать аппаратуру, а я сяду на весла. Субтитры сделал DimaTorzok Диана. 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 Продолжение следует...